здравствуйте дорогие друзья в этом канале у светлана лодил сад скажите пожалуйста много ли у вас садовых тачек и тележек вот у нас 4 а сейчас вам покажу пятую почему 4 ну в какую-то подарили вот эту например тележку борисычу подарили тележка на двух колесах вроде как удобная вещь да много влезет но при этом страшно неудобно вот этот короб широковатый два колеса на таком расстоянии что даже вот широкие у нас дорожки везде проехать отвратительно обязательно закончить камень зацепиться и так далее тому подобное потом центре тяжести сделано еще сейчас вторую вам покажу так что весь груз будет у тебя на руках то есть ты вроде как нагрузил вот взял ее тащишь и у тебя жилы все аж прям напрягаются это невозможно на двух колесах удобнее возить ну вот например сюда я могу 3 кашпо поставить я всегда перевожу на кашпо и на навоз мешки с навозом вот но что получается но то есть вот взяла кашпо и должна его приподнять себе на живот образно говори на спину и поставить ну пусть 23 перевести а потом опять сделать вот такой рывок как штангист но одним словом я уже наштангировалась так что спину свою в этом году сорвала еще одна точечка похоже на первых что вам показала на 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 одном колесе она уже по маневрении да на одном колесе проехать вроде как легче балансировка легче но опять таки если вот мы на нее что-то нагрузили будешь все это тащить на собственных руках ну и на собственном животе спине в общем усилия сумасшедшие сибр тех вот ну я думаю у вас у многих есть такие тачки и тележки без них конечно в хозяйстве не обойтись а сейчас я вам покажу ту которую сделал борисович своими руками ну и самая любимая вот такая тачка сейчас она нагружена здесь работают по компостной кучи нагружена цементом эту тачку сделал борисович 36 лет назад цены и нет ни на какую другую и и поменять не могу ей вот 36 лет она пройдет по любой дорожки по любой тропинке нагрузить даже я женщина могу сюда вот просто тяжелого какого-то товара очень много ну сыпучего естественно песок камень там навоз земля торф который я вожу и вся нагрузка уйдет на колесо я могу хоть двумя пальцами вести эту тачку но важно балансировать вот кто не научился балансировать всем тяжело я за 36 лет дорогие друзья виртуозно прохожу по всяким узким тропочкам в своем огороде поэтому это моя любовь старенькая и знаете вообще-то нужно бы наверное попросить борисыча снять размеры мало ли какие мужчины ведь умеют делать сами если подобрать хорошее колесо здесь колесо от тележек для самолетов вставлять какой она поэтому она нагрузку на себя такую большую ну можно же подобрать широкое колесо и вот здесь очень правильно рассчитана ему помогал свое время делать ее хороший слесарь дяденька который очень рукастый в народе говорят так поэтому здесь все рассчитано вот эти вот сила тяжести и все такое поэтому на ней никогда не будешь вытягивать жилы на руках и и спина не болит в общем просто обожаемая много мною тачечка ну вот дорогие друзья у нас новая покупка и сегодня идет распаковка для чего купили сейчас объясним все потому что в любую тачку в любую тележку чтобы положить какой-то груз будь то мешок с навозом будь то моё кашпо или горшок нужно сделать большое усилие то есть поднять этот груз загрузить тележку куда-то довезти а потом снова оттуда взять поднять и выложить в общем процесс трудоемкий я теперь сделать такое не могу спины болят ну со спиной проблема вдруг в этом году нарисовалась опять много лет не было и вот опять поэтому вот на озоне мы купили две покупки первое сегодня вторую покажу чуть позже это вот такая именно не тачка как она называть именно тележка до для перевозки грузов мы много чего покупаем таскаем возим кстати как не наверное будет хорошо возить кашпо на них который я обычно никого не жду и тащу на себе а потом вот пожалуйста со спиной давай посмотрим что давайте посмотрим что это такое вот это вот такая борисович будет здоров конечно вовремя вот такая вот тележка обожди я покажу от компании юникит покупается через озон и называется муравей вот посмотрите расскажите нам пожалуйста какая грузоподъемность масса самой тележки десять килограмм ну сама весит она да может привести до 200 килограмм груза борис очка колеса колеса хорошие производство это российское колеса хорошие потому что они широкие ну тяжелый груз может перевести да вот краской покрашена тележка порошковой а почему-то борис всегда как что это хорошо да меньше будет ржаветь и все такое сейчас посмотрим как она будет нам тут возить все вот теперь видите стареем и стали себя больше беречь я обычно никогда никого не жду если мне надо перенести даже вот такое 40 килограмм литровое кашпо вот борис очка а что хорошо бы их сюда поставить с работы пришел у меня все стояло ничего что я после этого лежала несколько дней но все что я задумала было на месте вот показывается все не так и сложно какие-то там на разы да я когда смотрю как борисов сделать мне всегда так кажется это все очень очень просто ну что тут в какие-то штыри до шплинт и шплинт и их согнута не зайдет потом наделать так ну-ка теперь я попытаюсь поехать куда-нибудь не вам надо вот дорогие друзья для чего поставила кашпо это я все на кашпо и на навоз у меня других нету как сказать вещей которые я перевожу и поехала вот так вот так теперь буду перевозить любые кашпо тяжелые или тут даже два мешка навоза да кстати говоря мне нравится что она узкая сейчас габариты посмотрю по паспорту ширина дорогие друзья вот этой полочки погнули да вот видите как вот так вот брак 440 сантиметров ну 44 сантиметра это кстати говоря очень хорошо потому что если широкие как я вот недавно вам показала тачки тележки плохо проходят под разные грядки и проходы если мне необходимо подвести там навоз на дорожках да то широкие вот неудобно я думаю что такая тележка пригодится в хозяйстве а медок и очень ручка вот так одна или две кстати говоря тоже очень удобно вот и эта ручка и еще служит видите как ну такой вот подставка ну чтоб совсем не падала так что вот в нашем хозяйстве барахла прибавилось что называется на барахла в хорошем смысле слова вот очередной очередная покупка и будет еще одна распаковочка а надо чего-то сейчас привести бы давай смотрите дорогие друзья высоко вот пожалуйста посмотрите его борисович месяц и осистирует контролирует вот так сейчас научит меня как возить кашпо сразу смотрим видите и спустили вот ну конечно это можно привести в тачки но когда они большие их тоже в тачке неудобно и так брыляются неизвестно куда да вот мне это важно то что вот я должна такие тяжеленные всегда поднимать здесь и ну вот то есть мне нужно сделать усилие поднять положить в тачку ну а здесь смотрите как показываем вдруг вам пригодится и повезла и вести это легко правда колеса отлично и вообще не тяжело вот проэкспериментировали вам дорогие друзья все удачных вам покупок поехали поставим на место